сезон яблок и груш надо обязательно готовить творожные булочки с этими фруктами приветствую вас друзья на канале райвика сегодня я предлагаю вам рецепт видите очень вкусных очень классных творожно яблочных булочек которые готовятся буквально за пять минут а при этом хватит на пару дней море удовольствия и прямо сейчас поставьте лайк иначе вы потом забудете подпишитесь на канал если вы еще не с нами и смотрим способ приготовления творожных яблочных булочек поехали приготовим такие ингредиенты друзья пару яблок и груш 350 грамм муки 5 столовых ложек сахара 2 столовые ложки подсолнечного масла щепоточку соли 2 яйца пакетик разрыхлителя и 400 грамм творога ну а теперь начинаем сам процесс нам понадобится чаша в которой будем делать тесто и сюда просеем муку в муку отправляем сахар щепоточку соли разрыхлителя выливаем 2 столовые ложки подсолнечного масла не забываем про творог он тоже отправляется сюда и теперь осталось у нас два яйца и кто же отправляем сюда одна минута времени все мы накидали в чашу и теперь я чашу отправляю к комбайну чтобы он замесил тесто если у вас нету комбайна то рукой замешиваем тесто и на средней скорости замешиваю тесто и пока тесто делается я в это время почищу яблоки и груши все яблоки почищены с грушей ну а теперь я возьму миску и буду резать яблоки с грушей вот вот такими кусочками видно вам не сильно мелко не сильно крупно такие кусочки тесто готово такое тесто получилось как раз нормально тесто мягкое липкое хорошо снимается с ковшиком если у вас сильно будет тесто совсем мягкое примягкая добавьте еще ложку муки ну что теперь с этого теста мы начинаем следующее яблоки готовы тесто готово значит все займет очень мало времени прямо сейчас я включу духовку на 180 градусов чтоб она разогревалась я сделаю такую колбаску чтобы поделить тесто на 10 12 сейчас посмотрю насколько пирожков артур пирожков ой 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 3 4 надо на всех соседей 5 6 7 8 9 10 12 до всем хватит этому дала этому дала всем короче дадим абсолютно всем и смотрите я щас вам покажу буквально на 1 на 1 2 булочки а дальше вы сами отправитесь берем скалку и раскатываем кружочек кстати раскатывается легко даже этой скалкой да ну потому что диаметр маленькой поэтому этой скалкой раскатывается легко вот вот такой оля кружочек прямоугольник дальше берем руками яблоко или грушу и выкладываем вот на эту часть выложили ран это туда с одной стороны чебурек что ну тип того сейчас вот выложила молодец школу пирожок я не беру потому что я беру булочку вот тут у меня две чайные ложки сахарной пудры и то столько же корицы я беру чуть-чуть вот сахарную пудру с корицей и на яблоки с грушей посыпаю ножик и тут режем полоски ширина 1 сантиметр длина до половины и вперед из песней то защипываем и в общем то вот вот так мы прищипываем делаем булочку такую теперь нам понадобится противень и обязательно противень 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 подожди как они ударение на и про хотят туда и ставят ты говори как хоть короче куда хотите туда ударение и ставьте противень противень не противень неправильно нужно на ее ударение в общем то противень и сюда вот вот это нужно да не важно вей-вей застилаем пергаментной бумаги чтобы у нас ничего не подгорело и нашу вот эту булочку туда разместить хаба оба все кто молодец я молодец конечно я молодец и так же самое сейчас делаю вторую и третью четвертую и все остальные в том числе теперь беру одно яйцо и вилкой и его взобью и яйцом смажу вот наш пирожку нашу булочку она будет тогда блестеть будет красивой и не позволит яблокам убежать от нас с грушей смазала я яйцом и теперь отправляю в уже разогретую духовку вы же помните мы ее включили минут на 20 наверно как испекутся в общем то я засеку время вам потом скажу поэтому дождитесь только что вытащила эти готовые уже пирожки с духовки они выпекались 25 минут вот так их снимаем лопаточкой перекладываем какую-нибудь большую тарелку ваша пирожки видите большие и я естественно предлагаю взять вам пудру с корицей и сверху вот так их припудрить еще все красотень попробовать когда эти сейчас будут остывать я доделаю остальную партию я обязательно их попробую разломаю вам покажу внутри поэтому ждем так друзья вот вторая партия они лучше подошли более высокие сейчас вам расскажу почему так это я так думаю во первых я их делала меньше раскатывала толще во вторых я их вторую партию выпекала уже с вентилятором 170 градусов 20 минут и вот они получились подай первое и сравним первое и второе первое тоже не не низкие но эти прям очень высокие вот прямо вот намного выше чем вот допустим сравнить по высоте ай сейчас вот первый и второй они на одном уровне то видно что это гораздо выше поэтому раскатывайте их чуть толще делайте их чуть меньше и вот выпекайте с вентилятором 170 градусов 20 минут и припудрим сверху еще и пудрой с корицей перешло так уже перки облюзивайся вот сегодня у меня подстава оператор выхватил меня кусочек да я с этой стороны попробую наша вкусно внутри мягкая тесто хрустящие а яблоко с грушей прям тает во рту ты не там грызешь вот в этот середина грызи вот так выглядит она в надгрызи очень вкусная булочка груша с яблоком прямо создают очень уникальный хорошо что грушу сделали поставили да вот груша она вот придают сочность яблоко тоже стало сочным ну яблоко у меня было меньше чем груши вот с грушей прямо у лед я вам рекомендую очень вкусно реальная вкуснотень делать такое утром на завтрак детям давать в школу или в садик прямо супер я вам друзья рекомендую готовить такие творожные булочки с яблочной или начинкой из грушей вот видите что делается легко просто быстро буквально час времени и все вкусняшка готова и помните да кому понравился этот рецепт ставим лайки кто гость нашего канала нажимаем кнопку подписаться а с вами я райвик и живите сладко быстро шустро ярко и до новых встреч пока пока быстро шустро шустро потому что время идет быстрее надо шустро шустрыми быть поехали а